Что говорить? Впечатления? Не впечатления. Если по игре, коротко, что в первом тайме опять имели очень много моментов голевых, которые могли реализовать. В принципе, держали структуру, то, что просили ребят. Они выполняли, делали, разворачивали атаки. Были входы в штрафную, удары, но не хватило, наверное, чуть-чуть везения. Не смогли мы забить. Если касается второго тайма, то почему-то сбились на более длинные передачи. Из-за этого пропала структура, начали проигрывать подборы и получать встречные атаки. Если касается второго тайма, то как могли забить, так могли и пропустить. Если коротко. Тяжело судить. Конечно, нервно, когда ты вроде бы атакуешь, а есть открытое пространство. И Белшина этим и славится, что очень быстро убегает в контратаке. Проанализировав игру с Гомеля, мы это тоже видели, где они забивали в быстрых атаках. У Миши карточка была в первую очередь. Это связано было, чтобы не получить вторую карточку. Мы хотели усилиться, перейти, поднять еще одного футболиста группы атаки вперед. И Ваню выпустили вместо опорных. Стали играть в два опорных. Ну, тяжело оценить сразу. Надо посмотреть, проанализировать моментами. Были хорошие, есть моменты, касается Сли Габриэля. Есть моменты, над которыми надо работать. Что касается Зора, ну, тяжело. Если бы забил, наверное, можно было бы сказать. Ваня. Ваня, хавалка. Ну, тяжело. Тоже ему небольшой промежуток времени выдался. Так что, ну, главное, что дебютировали, а посмотрим дальше. Ну, если брать конкретно, то все равно проходили атаки, из которых Белшина могла во втором тайме реализовать, наверное, эти моменты. Надо играть еще более, более, как бы, структурированно в обороне, чтобы не допускать эти, грубо говоря, эти моменты, которые она могла создать.